Добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что в эфире телекомпании «Город» программы подробностей. 1 октября меломаны всего мира отмечали День музыки, сдували порис пластинок, вспоминали ленточные кассеты и не расставались с наушниками. Впереди новый фурор в музыкальном мире Сергей Есенин в джазе. На сайте Московского государственного музея великого поэта даже появилась заметка – джазовая интерпретация расширяет понимание феномена русской души и само слово поэта до масштаба всего мира. Вот об этом и поговорим с гостем студии Геннадием Филиным, который расскажет о новом проекте «Есенин джаз». Расскажите, есть ли какие-то традиции, связанные с Днем музыки? Музыка – это голос Бога, универсальный язык Вселенной и общение людей. Вот, собственно говоря, и вся традиция. Чем больше в нашей жизни музыки, тем гармоничнее эта жизнь становится, и сами мы гармоничнее. А вы поздравляете друг друга с этим праздником? Считается ли этот день праздником вообще? Ну, это замечательно. Обычно мне об этом кто-то говорит, что вот наступил День музыки. Я, конечно же, радуюсь, и кому-нибудь потом тоже передаю. В этот раз мне сказали прийти в телекомпанию «Город». И рассказать о своих трудных буднях. Вот и праздник. Вы за кадром сказали, что очень мало удается спать. Это значит, грандиозные проекты были, есть, будут из последних. Что можете назвать? У нас полным ходом идет наш тур «Есенин джаз» с итальянским вокалистом Борисом Савалдели. Это уже четвертый визит его в наш город, в Рязань. У нас очень плодотворное сотрудничество. Мы сейчас закончили работу над альбомом. Этот альбом должен появиться 12 числа на презентации в Московском международном доме музыки. Вы, собственно, принесли показать, как это будет выглядеть, да? Да, это макет. Вот такой вот он макет. Ну, он именно такой и будет, собственно говоря. Старт мы сделали на празднике улицы Есенина в нашем, в Рязани, в нашем городе. Затем дали ряд концертов в рязанских университетах, учебных заведениях. Есенин и джаз вообще легко совмещаются? Я понимаю, что музыканту интереснее работать с чем-то новым. Получить какой-то материал и сделать что-то свое, как никто никогда до вас не делал. Но вот это хороший синтез, удачный. Это замечательный синтез. Достаточно сказать, что Есенин и джаз – это детище одного и того же времени. Феномен. То есть это начало 20 века. То есть это один и тот же дух этим движет. И эти два огромных таких явления, феномена, они сходятся в точке внутренней свободы и полного выражения этой свободы по законам гармонии мелодии и ритма. Поэтому погружение Есенина в джаз – это совершенно естественные вещи. И они превращаются в так называемые вечно зеленые мелодии стандарта, на которые музыканты импровизируют. И мы искали вокалиста, который смог бы спеть вот таким, что называется, языком, понятным универсальным языком, понятным любому человеку в любой точке мира. И у нас это получилось. Борос Савалдели появился. Я хотела спросить, насколько ему это близко? Потому что все-таки, когда в переводе что-то идет, да, это все сложнее. Магия исчезает. А вот не исчезает. Вы понимаете, есть уровень душевный, есть уровень просто внешнего нашего человеческого, как говорится, тела, есть уровень души, есть уровень духа. Вот на уровне души все смыкается, и мы едино ощущаем, да, что русский, что итальянец это будет, что американец, если этот уровень для него достижим. Вот с Борисом как раз такая же ситуация. Он настолько глубоко чувствует, и по многим отзывам уже многие люди ему, известные люди сказали, этот итальянец достоин есенинского гражданства. Он умудряется и на итальянском, и на английском передать, невероятно глубоко передать вот поэзию Есенина. У вас есть еще какие-то проекты вот на грани, да, что-то, какой-то синтез интересный еще? Все наши проекты – это синтез, я так даже затрудняюсь сказать, потому что сейчас мы работаем над этим, и вот это вот невероятный синтез. Это надолго хватит вот этого заряда, скажем так? Заряжает на всю жизнь. Это неисчерпаемо. Мы, конечно, стоять на месте не будем, никогда не стояли, что-нибудь еще придумаем наверняка, но это прочно войдет. Вот в нашу уже копилку, что называется, я в этом уверен. Это невероятно воздействует благотворно на людей, на публику, и мы сделали концерты совершенно для разной аудитории, для молодежной аудитории. Это интересно, что для разной аудитории, потому что вот людям постарше, да, им нравится какая-то вот то, что они раньше слышали, то, что они знают, и им вот эти вот джазовые новые какие-то нотки, настроения, им, может быть, не сразу это близко становится. А молодежи, наоборот, хочется феерии, взрывы, чтобы это было, как сейчас говорят, прикольно. Вот это получается вкусно, так? Это очень вкусно, и как раз здесь и старое смыкается, и новое, вот в чем все дело, поэтому и понятно-то любому человеку. Ну, мы в первую очередь делаем это очень музыкально. А сколько времени вы готовились к этому проекту? С Борисом мы познакомились полтора года назад, и это уже его четвертый визит. Сам Есенин Джаз родился, ну, в 2011 году, в 2012, это наш проект совместный. Долго достаточно, да. Долго, да. Сначала мы инструментально готовились, вот, то есть это, конечно, не на пустом месте. Ну, и группе нашей 30 лет всего как... Молодые еще. Молодые совсем. Вот, и поэтому, конечно же, подготовка была солидная, и сейчас у нас очень много концертов. Концерты почти каждый день. Были концерты в медуниверситете, в педуниверситете, на Международном Есенинском симпозиуме, в Рязанском строительном колледже, еще где-то, не помню, в двух районах, в городных центрах, в Скопине и в Шилово прошли очень хорошо концерты. И дальше, 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 дальше пойдут по городам уже, вот. Седьмого числа у нас концерт в кафе «Фонтан», концерт-презентации тоже нашего проекта. Есть какие-то места, где встречают лучше? Потому что, когда приезжаешь, к примеру, в МЕД, да, или в ПЕД, то там все равно специфическая публика, да, они учат биографию, они знают стихи, они знают некую предысторию, да. Когда люди, вот они любые, разные, кто-то приехал в первый раз в Рязань, кто-то, может быть, не так хорошо знаком с творчеством Есенина, есть такие, поверьте. Вот есть какая-то разница, где выступать? Разница какая? Может быть, бывает какая-то настороженность, потому что, на самом деле, люди наши будут все многократно обманутыми, и, что говорить, у многих инициатива отбита, и руки опускаются, и не знают люди, как найти себя в этом мире, да. Но с первых нот, когда они погружаются в эту атмосферу, они тают. То есть овации, вот прям с первой композиции и до последней. И так всегда, на всех концертах. Музыка окружает всю жизнь всегда. Это так? Это всегда так? Конечно, она нас пропитывает. Я, как музыкант, я слушаю только внутренний эфир. То есть я творец, и я своими мыслями, то, что у меня есть в голове, я их потом, что называется, рожаю творчески. В муках? Зачем в муках? Ну, это труд, конечно. Мы тратим на это время, силы, и я не могу сказать, что это муки. Когда женщина ребенка рожает, это тоже муки, но она счастлива. Ну, так и здесь то же самое. Я понимаю, что любой проект – это правда детище. Но, тем не менее, всегда есть то, чем гордишься, что вспоминаешь, на что указываешь. Это мое. Я горжусь. Вообще, это слово немножко не подходит. Я радуюсь тому, что удается выражать гармонию в жизни. Понимаете? В музыке только гармония есть. Да, есть такая даже песня. Да, да. Замечательная. И, собственно говоря, в нас-то эта гармония внутри заложена. Мы же, когда слушаем, там, хорошо настроенную гитару или плохо настроенную гитару, любой человек, даже если он, как говорится, у него слуха нет, он скажет, что-то не то. Вы правы, абсолютно. Правильно. А от чего он отталкивается? Он отталкивается от внутреннего ощущения гармонии, которое всем присуще. Да, оно может быть не включено еще на данный момент полностью, как-то еще не развито. Но оно есть, присутствует. Это надо знать, это надо говорить об этом в школе и говорить, что мы способны ко всему. И говорить это детям, в первую очередь, чтобы они могли у себя включить любые, как компьютерным языком, любые опции под программы внутренние, они все у нас есть, их нужно только активировать, и все. Я как раз хотела попросить вас дать совет начинающим музыкантам. У меня много таких знакомых, кто сейчас, вот есть уже гитара, да, допустим, есть уже даже свои какие-то стихи, нормально, хорошо все выступают. Но есть выбор, что родители говорят, почему не юрист, почему не доктор, и гитарку так в стороночку убираем. Дайте совет. Если с музыкой жизнь связала, что стоит оставить? Да, надо оставлять, конечно же, музыку. Ее надо обязательно оставлять, и надо отдаваться вот этому внутреннему ощущению гармонии, да, и стараться его выразить. И надо воспитывать детей в том, что именно это способно принести счастье. Если мы продаем свое внутреннее ощущение, а оно всегда есть и присутствует, это внутренний голос, который нам говорит, куда надо идти. Вот. Если мы его продаем за деньги и меняем на что-то другое бренное, да, то счастливым мы никогда не будем. Спасибо за эту встречу. Будьте счастливы и не забывайте смотреть наши программы. Это была программа подробностей. Всего доброго.